Нередко мамы задают вопросы, почему ребенок, уже подросший, которому уже 5-6 и больше месяцев, все еще зависим от пеленок. Ребенок плохо спит, если не ограничить его пространство путем пеленания. Стоит ли переживать и волноваться по этому поводу, или можно подождать и продолжать ими пользоваться? В первые месяцы своей жизни ребенок нуждается в пеленании. Малыш имеет опыт внутриутробного развития. Находясь в матке, достаточно длительное время он привыкает к ограниченному и безопасному пространству. Поэтому, попадая в большой мир и сталкиваясь с таким безграничным пространством, он испытывает стресс. Пеленка же будет служить таким промежуточным звеном, облегчая переход от внутриутробного развития к жизни в нашем мире. Есть и другой момент, который говорит за пеленание. Когда малыш появляется на свет, особенно если это первый ребенок в семье, у мамы еще совсем немного опыта ухода за новорожденными. Никто не учит в роддоме правильно держать, подмывать, носить на руках. И держать ребенка без пеленки намного сложнее, ведь приходится держать одновременно головку, ручки и ножки. Мама переживает, боится что-то ему повредить, уронить, если он дернется. Ребенок чувствует состояние мамы и тоже стрессует. В результате для обоих будет намного лучше, если ребенок будет в пеленке. Так ему будет тепло, комфортно, а маме спокойно. Опять же, держа укутанного в пеленку ребенка на руках, маме намного проще заниматься домашними делами. Третий момент заключается в том, что ребенку намного проще засыпать, когда он завернут в теплую пеленку. Когда же можно уходить от пеленания? Для большинства детей таким моментом можно назвать возраст 1,5-2 месяца. Детки уже могут от пеленки отказаться, поэтому на бодрствование мы ее убираем, оставляя ребенка в тонком костюмчике, который не мешает движениям. А вот на сон пеленку можно еще оставить. Это облегчит не только быстрое засыпание, но и более длительный и глубокий сон. Если вы наблюдаете сильный рефлекс муров, скидывание ручками и ножками, то лучше пока оставить пеленание. Отдельно повторю, что туго ребенка мы не пеленаем, не нужно пытаться сделать из малыша столбик. От пеленки требуется лишь слегка ограничить движение рук и ног. Не вредно ли пеленать дольше? Это тоже популярный вопрос. Ребенок подрастает, но все равно намного лучше засыпает в пеленке, и мама каждый раз думает, не вредно ли это для него. Может быть, уже давно пора отучить, вдруг это мешает правильному развитию? Нет, это вовсе не вредно. Нет таких детей! Все привыкают к пространству нашего мира и начинают спать в своей кроватке, а потом и в отдельной комнате. Даже самые тревожные детки года уже отказываются от пеленания. Никакого вреда длительным пеленаниям вы своему ребенку не нанесете, если в остальном мама выстраивает грамотный уход. То есть не нужно держать ребенка круглосуточно в пеленках, чем сарше он становится, тем больше малышу требуется физической активности. Но пеленание на сон можно сохранять настолько, настолько вам требуется. Когда и как отучать от пеленки? Первое, что должна помнить мама, что пеленка это не средство наложения сна. Основа хорошего сна ребенка это выстроенные ритмы снов и знания возрастных особенностей малыша. Отучать от пеленки нужно, когда вы видите, что он и без пеленки спит достаточно хорошо. Для одного ребенка достаточно будет пеленать только в момент засыпания, другому пеленка нужна на весь период сна, иначе он просыпается за считанные минуты. Здесь нет каких-то четких закономерностей. Как же мы можем отучить? Можно просто взять и убрать пеленку. Пережить пару дней небольшой суматохи при укладывании, но затем все наладится. Для другой мамы подойдет способ постепенного ослабевания натяжения пеленки, пока она не станет просто лежать на малыше как одеяло. Третьему можно попробовать сначала распеленать одну ручку, потом ножку и так потихоньку убирать пеленку совсем. Наблюдайте за ребенком, он все покажет, какая схема будет подходящей именно для него.